Дорогие друзья! Сегодня с нами российский боец смешанных единоборств. Он чемпион UFC наилегчайшем весе. С нами Петр Ян. Петр, приветствую. Приветствую, приветствую с вами. Петр, приветствую тебя в Хасаюрте, Республике Дагестан. Как вообще ты сюда приехал? Как проходят сборы? Что за сборы? Приехал я дни четыре назад. Сюда я приезжал тоже в 2017 году, когда готовился в ACB, когда тренировался. С Зелимханом, с тренером познакомились в Таиланде в 2017 году. После уже приехал к нему тренироваться. И сейчас, опять же, возможен бой будет у меня с борцом. Поэтому приехал подготовиться, чтобы не оставлять шансов. Где-то уже успел побывать, успел познакомиться с местной кухней. С местной кухней я познакомился еще в 2017 году. И сейчас тоже каждый день практически нас приглашают в гости. Тоже отказывать неудобно к тому, что по гостям ходишь, объедаешься местной еды. И от этого можно много веса лишнего набирать. Стараемся, конечно, питаться правильно. Почему именно Дагестан? Чем он, по-твоему, отличается в тренировочном плане, к примеру, от Бразилии, от Таиланда? Все мы знаем, что Дагестан – это кузница борьбы, да, вольной борьбы. Очень много отсюда олимпийских чемпионов, чемпионов мира. И, знаете, сейчас очень важно уехать с дома, абстрагироваться от всего ненужного и начать тренироваться. Потому что дома все равно отвлекает много дел. Семья, какие-то посторонние дела. Я уехал, чтобы абстрагироваться. Как тебе вообще внутренняя атмосфера в зале? Мы заметили, как ты играл в регби с командой. И такая есть конкуренция внутри. Есть такая с их стороны немножко неловкость подходить с учетом того, что ты уже обладатель пояса? Или здесь все на равных? Нет, нет, нет. В зале никогда такого не было. В зале все на равных. В зале нет никаких у тебя поясов, регалий. Тут игра до победного. Поэтому тут без разницы, кто ты. С Ибамом Аджио мы заметили какую-то то ли связь, то ли дружбу. Ты ему нос вроде бы разбил. Он говорит, я тебе разбил. Вот это все. Как это происходит? Ну, мы общаемся, да. Ну, вообще со многими ребятами. И Мамом, Исламом там. Ну, очень все ребята, в принципе, обзорчик. Все помогают. Все помогают. Все, что нужно привезти на тренировку, что-то куда-то покушать и так далее. Все очень гостеприимно. После завоевания пояса узнавать на улице стали часто, отходят. Как вообще все это проходит? Ну, после пояса, конечно же, моя популярность, она выросла в разы, да. Но я стараюсь на этом не акцентировать внимание, не, знаешь, там, не сильно обращать на это внимание. Да, меня приглашают какие-то мероприятия. Честно, из десяти восемь я отказываюсь куда-то сходить, потому что мне не хочется быть чрезмерно известным. Я понимаю, что это тоже очень такая обратная сторона, знаешь, профессионального спортсмена. Это очень отвлекает и разбалансирует, так скажем, тебя. Ты не считаешь, что ты, наоборот, на пользу с учетом гонораров может повлиять? Известность, трешток. Вообще, как ты ко всему этому относишься? Гонорары, трешток, оно все есть. Я, в принципе, думаю, что все хватает. Все на своем, все. Каждый получает то, что он заслуживает, да, наверное. Окей, прямой вопрос. Гонорарность зависит от известности? Безусловно, безусловно. Это все зависит. Ну, известность бывает чрезмерно известной. Знаешь, можно быть в каждой бочке, е-мое, успевать везде. Знаешь, я не знаю, как это правильно сказать. Я думаю, что должна быть четкая градация, должно быть четкое понимание, кто, где, что нужно фильтровать, так скажем, с кем общаться. Потому что вы также журналисты, знаешь, взяли интервью, вырезали какой-то контекст, по-своему перевернулись, чтобы хайпануть, еще что-то. Знаешь, я сейчас очень это все фиксирую, кому дал интервью, что сказал, какая-то ошибка. Я уже второй раз, ну, не даю интервью, знаешь, как бы, и очень многое отсеилось таких журналистов, поэтому… Кто в этом списывал? Ну, сейчас не буду называть кто, очень много российских таких молодых начинающих ребят, которые… Я понимаю, что им тоже нужно как-то о себе, знаешь, там, заявить, чтобы о них услышали. Ну, не такими чуть-чуть способами. Как встретили в Екатеринбурге? Если не ошибаюсь, подарили автомобиль, как вообще? Да, дома меня встретили наивысшим уровнем, да, встретили Игорь Алексеевич, подарил мне автомобиль. Ну, вообще, очень круто то, что делают сейчас, который клуб я представляю, Архангел Михаил, где тренируюсь. То, что делают сейчас для нас, для команды. Ты уезжаешь на сборы, ты ни о чем не думаешь, готовишься. Я думаю, что это очень профессиональный подход. Ты посетил турнир в памяти Абдулманапа Магомедовича. С кем вообще увиделся, с кем успел поговорить? Какие впечатления, эмоции остались? Да, мы посетили турнир, приехали туда практически всей командой. Нас пригласили туда, на этот турнир. Горилла Энерджи, которые также являлись организаторами этого турнира. На турнире я увиделся с многими ребятами, в том числе и с Хабибом Нурмагомедовым. Мы обменялись, в принципе, несколькими словами. Он поздравил меня с моим победным боем. Сказал, что смотрит. Я также выразил слава соболезнования ему. Ну и на этом мы разошлись, в коридоре это было, поэтому все очень быстро. А так много Магу из Смаилова тоже видел. Мы с ним пересекались в Таиланде уже несколько раз. Очень такой позитивный парень, поэтому. Ну и так много с кем. Рустам Хабилов, еще там ребята были бойцы. Ты сидел рядом с Нурланом, с Тауровым, автором, не автором, скорее ведущим шоу. Мы вместе приехали, да-да. Как вообще относишься к подобного рода шоу, проектам? Ну, Нурлан, он хороший друг моего друга, близкого. Вот они уже давно дружат, там, со школьных времен. Ну, к их передаче я отношусь, конечно, с таким чисто с юмором, потому что они очень-очень жестко бывает издеваются над своими посетителями. Вот, огромного желания нет у меня посетить их шоу. Кстати, да, после этого очень многие начали писать о том, что ты, возможно, станешь гостем. Да. Ну, я так понимаю, что и им тоже надо будет как-то, ну, шутки тоже, там, знаешь, продумывать. Мне охота тоже засаживать меня, там, знаешь. И мне тоже, а так, я говорю, у них очень-очень жесткое шоу иногда такими временами очень. Но, опять же, можно посмеяться, сходить, знаешь, там, я, в принципе, с позитивом отношусь и с пониманием к каким-то фразам, словам. Просто я могу их загнать в тупик тоже, и там, они четвером будут молчать сидеть на шоу. Что-то вроде вечернего орган-то? Ну, что-то типа того, да. А как вообще появилась идея? Как еще тебя пригласили на этот проект, и как появилась вот эта вот интересная фишечка в конце? Ну, ну, это организация наших рекламщиков с Академии. Алексея Галанова, он, в принципе, этот момент организовывал. Мне когда предложили, я, в принципе, с удовольствием согласился. Ну, а фишечка эта в конце, она была немножко запланированная и не так запланированная, как произошла. Ну, в конечном итоге я оказался за столом Ивана Урганта. Это прямо на месте решилось или нет, это уже была сценарная составляющая? Нет, это не был сценарий, это, в принципе, все на месте решилось. А в ряло всего кресло? Да, место неплохое было. Перейдем немножко к теме спорта, к теме, наверное, выступлений даже. Очень интересно, как бой с Фейбером отличался от Альдо? Ведь они очень много повидали в этом промоушене. Ну, стилистически это были разные бойцы, и технический план подготовки тоже был разный. Фейбер все равно базовый борец такой, он больше старается, наверное, в партере работать, тоже там проходит. А Альдо, он больше работает в стойке своей практически все крайние поединки. Ну и получилось так, что бои были немножко разные по своему, так скажем, сценарию. Но исход был один. Генри Сихуда ушел, что позволило тебе выступить бой за титул провести. Что думаешь, возможно ли его обратный? Возможно ли он, что он вернется? И если пройдет поединок, как вообще он пройдет, с учетом его хорошей техники в партере? Сейчас у меня бой со Стерлингом. Сихуда сбежал. Знаете, я по-другому это не назову. Если ты был бы уверен, что ты сможешь побить ближайших двух-трех претендентов, ты бы не ушел. Да, возможно, он устал, возможно, ему захотелось время побыть, знаешь, с самим собой, с семьей. Это тоже имеет место быть. Но если он вернется, я, конечно же, я никогда никому говорил, нет, с этим я не буду драться, с этим буду. Я всегда дрался с тем, кого мне давали. Поэтому будет это Сихуда, будет это еще кто-то, я буду с ними драться. Может быть, немножко поговорим о ACB, о том, как вообще ты попал в эту организацию. Внутренние взаимоотношения, как ушел? Внутренние отношения с ACB у меня все в порядке. Ушел я нормально. Я думаю, что это было все с пониманием. Я никого не вводил за нос. Был такой момент, что мне предложили контракт, новый ACB, и у меня не было контракта с UFC. И момент такой, что мне надо было либо подписать контракт с ACB, либо оставить. Я оставил контракт, и 8 месяцев я был без контракта. Без контракта ACB, без контракта UFC. Потому что я порвал крестообразную связку перед защитой пояса. И UFC сказала мне, как восстановишься, мы продолжим переговоры. И вот эти 8 месяцев, пока я проходил реабилитацию, я в таком был состоянии подвешен. Но я понимал, что по-любому я найду место, где буду драться. Даже если не получится подписаться в UFC, придется еще побить пару организаций. Ну так получилось, что я подписался в UFC, и все получилось. После боя с Магомедом Магомедовым очень сильно о тебе заговорили. Очень смешанных единоборств, потому что было очень сильное такое противостояние. По-твоему, именно после этого боя от тебя начали больше узнавать? В российской ММА. Знаете, наш первый поединок с Магомедом был очень интересен. для вообще всего мира ММА. Это был захватывающий поединок двух молодых парней, да, голодных. И самое, что было в этом бою интересное, что назначили реванш. Год этот реванш все ждали. И, конечно же, было очень круто. Ты уже назвал имя соперника. По поводу Стерлинга очень хотелось бы услышать. Твое отношение к нему? Знаете, мое отношение вообще вот сегодня к спорту. Стерлинг является претендентом. Я думаю, что первым претендентом, кто должен драться за пояс. Но в плане заработка, в плане медийности он самый, самый малый, так скажем, интересный, да, для меня бой сегодня. Но я для себя хочу побить первого претендента. Именно для меня важно побить его. Не кого-то там сейчас взять еще, там можно кого-то выбрать. Есть там пару, да, там, например. Я хочу побить Стерлинга. Он реально раскручивает бой много. Хочет, желает этого. Если все получится, я побью его. А потом сделаем хороший бойчик какой-нибудь. Как вообще ты попал в UFC? Кто тебе помог в этом вопросе? Немножко о команде своей расскажу. В UFC меня подписал Саят Абдрахманов. Это мой менеджер. И Дэни Рубинштейн. Руби Тим. Вот. Они подписали меня. Мы знакомы еще, наверное, с 2014 года, как я начал выступать в ACB. Саят, в принципе, всегда помогал, когда я приезжал в Таиланд с тренировками, с там еще какими-то моментами, скидки какие-то на тренировки делали. Ну, вот так вот у нас завязалась дружба. В принципе, мы с 2014 года дружим, общаемся. Я даже думаю не так, что как менеджер там с бойцом, а у нас более такие, я думаю, близкие отношения, общение. Но я понимаю, что для них это работа и заработок тоже. Как бы такое разделение тоже имею я. где надо, где работа, где дружба, где у нас какие-то переговоры входят. Там мы понимаем, что это работа, какие-то контуры у нас могут быть. Но если касается там, на следующий день мы можем пойти там вместе там с семьями поужинать, это уже не касается работы, ничего, знаешь. Разграничивать вот это дружба, работа не тяжело? Как очень у тебя это происходит? Ну, не тяжело. Я думаю, что если ты сам по себе человек такой, что ты не мелочный, ты не жадный, что ли, знаешь. Многие же моменты портят людей, там финансы и еще что-то. Я стараюсь, чтобы этого не было. Он работает, он много делает, он должен за это получать вознаграждение. Я думаю, что не должно портить отношения это. Это все от нас зависит. Что для тебя значит сборы? Тренировочные сборы? Тренировочный сбор – это подготовка, это тренировки. И именно тренировочный сбор вне территории дома – это важно уехать сегодня, абстрагироваться от всего. Потому что очень многое время отвлекает дома это. Сейчас, да, я там на каком-то внимании, знаешь, в медийном интервью. Какие-то друзья эти приехали, надо кого-то встретить, отвезти, сопроводить, заселить. Тоже очень все это отвлекает. И уехав на сборы, есть возможность сконцентрироваться и поработать над слабыми сторонами. С кем тренируешься здесь? В Дагестане? Что нашел себя в этих залах для себя? Да, с многими ребятами тренируюсь. Вы сегодня видели, поснимали, кто вот со всеми тренируюсь. Что нашел? Нашел для себя, что я говорю. Сильная борьба здесь, сильная борьба. Хочешь быть лучше, можно тренироваться с лучшими, правильно. И вот я не приехал сюда, чтобы учиться там боксировать или там что-то. Я приехал, чтобы учиться бороться. Почему именно вольная борьба? Насколько она важна в бою? Грэплинг. Есть с кем поработать дома. Вольников у нас нет, в принципе. У нас вольная борьба вообще не развита в наших регионах. Ну и вольная борьба важна в боях. Это проходы в ноги, это защита от проходов ноги. Это сегодня увидели, у нас был и кроссфит такой небольшой. Это тоже такая функциональная подготовка. Майрбек Тасимов, мы увидели ты в одном зале, с ним занимаешься. Видео мы увидели, где вы вместе. Какие у вас взаимоотношения, как познакомились? С Майрбеком мы знакомы где-то с 2014 года. Мы также познакомились еще в те времена в Таиланде. И с тех времен мы, в принципе, постоянно пересекались в Таиланде, готовились там вместе, но очень много раз. Общались всегда, очень тепло и очень достойный парень. Всегда отзывчивый, все что надо. Ну и поддерживаем связь всегда. Петр, что для тебя значит спорт? Спорт для меня это жизнь сегодня. Это то, чем я живу, чем я зарабатываю. Это то, что окружает меня. Круг общения у меня тоже практически со спортом. Ну и спорт это та идеология, которую мы должны продвигать. Потому что то, что мы сегодня покажем на личном примере подрастающему поколению, то мы оставим после себя. И я думаю, что ничто не будет так именно полезно, показательно, как личный пример. Очень многие знают мою историю, что я там с деревни, с далекого сибирского, с маленького городка, знаешь, добился каких-то результатов. И я вижу сегодня, сколько приходят ребят. Ребят с бокса переходят в смешанное единоборство. Это очень круто, что если даже из ста один добьется также в какой-то своей глубинке и будет это пропагандировать. Вот этот первый шаг, первая твоя, возможно, ступень, которая повлияла на твою жизнь. Какая она, по-твоему? Сейчас можешь вспомнить прямо? Именно вот с начала того пути, с этой деревушки. Что повлияло на вообще то, что ты стал Петром Яном, что ты стал чемпионом? Первое самое, что самое-самое-самое, это мой первый тренер Суржиков Николай Николаевич, который меня направил, сказал, что тебе нужно улететь отсюда в Омск, продолжить там заниматься спортом. Здесь у тебя нет никакого развития и непонятно, куда тебя все это приведет здесь. Я решил так, с мамой посоветовался, что нужно уехать. В 15 лет я улетел далеко очень там, не знаю сколько там, тысяч километров. Два года я не был дома, два года я был в Омске, не было возможности там улететь домой. Заселили меня в общежитие со студентами, получается. Вот два года я так тренировался. Ну, в 10-11 классе я не работал, я тренировался, мне помогала мама. И уже, получается, после 11 класса я слетал домой, прилетел, посмотрел на все и понял, что надо возвращаться обратно в большой город, где есть возможности. Вот так получилось. Где работал? Ну, это уже заезженная тема, знаешь, я работал, я везде понемножку работал. Я не работал, я зарабатывал. Везде работал помаленчик. Родители, мама, как вообще относилась к теме спорта, поддерживала, тяжело было? Мама у меня золотая, она всегда поддерживает нас и всегда говорит, вы должны двигаться, пробовать что-то, что вас, возможно, продвинет в жизни. Вот. Как-то так. Какую роль семья для тебя значит? Семья для меня очень, получается, я рано начал со своей супругой, мы начали жить в 19 лет. И, конечно, очень от многих моментов меня это, наверное, оградило, абстрагировало, дисциплинировало, так как надо было за жилье платить, надо было, чтобы каждый день были продукты. Ну, и говорю, дисциплину, это тоже очень такую сыграло роль в дисциплине. Женка тоже в меня верила всегда. Вот. Ну, мотивация какая была? Мотивация была та, что я хотел, чтобы жизнь была лучше, чтобы что-то для нее было лучше, чтобы подарок какой-то сделать, еще что-то. Да. Приходилось двигаться понемножку там, там, в самом хорошем. А как вот эта внутренняя опора семейная влияет на судьбу человека? Влияет, по-твоему? Знаешь, если ты будешь такой халатный, с друзьями, с семьей, с официантом где-то, то ты никто будешь, придет момент в жизни, где ты оступишься и тебя за это накажет. Знаешь, момент. Я вот ко многим ребятам отношусь так, с кем-то начинаю общаться, я смотрю, как вот он ведет себя там с кем-то. И это показательный момент. И это как ячейка, как пазл. Если ты будешь разбрасываться где-то, например, даже там ты будешь с друзьями хорошо себя, ну, с семьей ты будешь, там, знаешь, с мамой ты будешь как-то не так себя вести, знаешь, там, это уже сбой. Большое спасибо. Большое спасибо, Петр, за откровенную беседу, за ответы на вопросы. С нами был чемпион многих международных турниров, новоиспеченный чемпион UFC Петр Ян. Петр, успехов на твоем пути. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...